Беларусь и Россия рассматривают возможности совместной защиты внутренних рынков. Эта тема поднималась на Совете Министров Союзного Государства. Внутри его пограничного и таможенного контроля нет. Однако опыт Западной Европы с наплывом нелегальных мигрантов наводит на серьезные размышления. Как застраховаться от этого? Вопрос дискуссионный. Россия предложила проект «Единая виза Союзного Государства». Кстати, и встречаться в рамках Союзного Совета Министров будут отныне чаще. Договорились вернуться к практике двух заседаний в год. Ольга Коршин о других итогах переговоров. На главной стройке Союзного Государства кипит работа. Возведение АЭС – один из самых масштабных проектов в Беларуси и России. Объем совместных инвестиций составит несколько миллиардов долларов. Первый энергоблок в Островце запустят в 2018-м. Затратный проект окупится уже буквально через несколько лет, считают специалисты. Почему это делается совместно? Потому что у нас очень была сильная кооперация. Любое производство, которое было у нас в Советском Союзе, или материалы, или технологии, или оборудование, готовилось или там и там, неважно, был, конечно, результат. И задача – это не потерять, а наоборот развить. Мирный атом – далеко не единственный совместный проект. Наработки есть в сельском хозяйстве, науке, промышленности. Сейчас реализуется программа «Недра». Задача белорусских и российских ученых – обнаружить новые залежи полезных ископаемых. На неделе совместные планы обсуждали и на Союзном Совете Министров в Москве. На повестке дня более 30 вопросов. Главная тема – экономика. В последнее время совместный товарооборот снизился, повлияла внешняя конъюнктура. Внутренний курс остался прежним. Мы активно поддерживаем и развиваем кооперационные связи. В настоящее время мы готовы предложить российским партнерам высококачественную продукцию, в производстве которой заинтересованы субъекты хозяйственной Российской Федерации. Покупая наши тракторы, зерноборочные комбайны, вы поддерживаете и своих производителей, так как металл, комплектующий необходим для их производства, приходит к нам из Российской Федерации и на российскую составляющую приходится около 60%. А это в конечном итоге и рабочие места, и деньги за поставленную продукцию. Это один из этапов промышленной кооперации. Стороны подписали дорожную карту сотрудничества. Беларусь и Россия – тесные промышленные партнеры еще с советских времен. За последние два года число совместных белорусско-российских предприятий выросло на 15%. Главная задача – углубить эти связи, а на их основе выстроить интеграцию и в рамках ЕАЭС. Некоторые элементы уже сейчас отрабатывают на практике. Есть технологическая цепочка, давайте ее наращивать. У меня знакомые разрабатывают новый вид транспорта, они конструкторское бюро открыли в Минске, из Москвы. Потому что много инженеров. Если вы со своей деятельностью платите налоги, то вам очень просто работать. Если о промышленной кооперации в союзном государстве задумались давно, то введение единой визы – достаточно новая идея. Впервые Дмитрий Медведев озвучил ее в 2012-м. Сейчас, глядя на Западную Европу, где разгорелся миграционный кризис, она вновь стала актуальной. Мы создаем с Республикой Беларусь такой маленький шенген на двоих. Почему это важно? Во-первых, потому что международная миграционная практика очень сложная. И мы, конечно, очень бы не хотели, чтобы перед нашими странами возникли такие проблемы, которые сейчас возникли в Европейском Союзе. Даже если мы на это пойдем, это все равно не будет означать утраты суверенитета государства в отношении персон Грата и Нон-Грата. С моей точки зрения, лучше было бы расширить еще, взяв Казахстан. С Казахстаном там немножечко сложнее. То есть также можно ехать с внутренним паспортом, но все-таки там есть понятие паспортного контроля. Учитывая, что Беларусь, Российская Федерация, Казахстан это ядро Евразийского экономического союза, без формирования единого рынка труда здесь не обойтись. И, соответственно, единая виза. Я думаю, что это абсолютно правильно. На союзном совмине зашла речь о совместных поставках продукции. И вот в центре Москвы выросли такие столы изобилия, где есть и фрукты экзотические, и мясо, и рыба, и дальневосточные крабы. Но вот найдется ли место на этом столе для белорусских поставщиков? На этот вопрос политики уже ответили. Один из главных итогов союзного совмина – интеграция двух стран продолжится. А на неделе союзные планы на будущее изучили Ольга Коршун и Сергей Капустин.